О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте! Наши редакторы и журналисты собрали для вас все самое важное и интересное за день. И вот главные темы выпуска. За свободу мысли Олег Сенцов среди номинантов на премию Сахарова. Сам политузник написал, не знает, сколько еще выдержит. Неожиданности в режиме нон-стоп. Во Львовской области проходят масштабные учения спасателей EU ChemReact. Льюис Холифилд Моралес. Легенды бокса собираются в Киев на 56-й конгресс Всемирного боксерского совета. Два американских патрульных катерок класса Island усилят военно-морские силы Украины. Официальная церемония передачи началась в Балтиморе, штат Мэриленд. Оба судна из состава береговой охраны США способны выходить в море даже в мощный шторм, выполнять задания и вести огонь в сложных условиях. В Балтиморе катера обновят, установят навигационное оборудование, восстановят механическую часть, систему безопасности плавания. В Украине установят вооружение. Корабли США передают на безоплатной основе, а обновлять их будут за счет украинского бюджета. Ожидается, что прибудут катера в Украину ориентировочно в августе-сентябре 2019 года. Нести службу будут в Черном море, базироваться в Одессе. Украинские экипажи пройдут в США подготовку и сертификацию по стандартам НАТО. Почему были выбраны именно эти корабли, катера класса Island? Эти корабли по своим характеристикам позволяют усуществлять патрулирование в Черном море на протяжении 14 дней, без ограничений по мореходности. Кроме того, они очень экономичны, при том, что позволяют перемещаться по морю со скоростью 29 узлов на протяжении всего времени, сколько хватит топлива. Также существует возможность установить на катера дополнительное оснащение. В первую очередь, речь о вооружении. Оно будет установлено в Украине. Россия развернула ракетные комплексы С-400 «Триумф» возле оккупированного Севастополя, Феодосии и Евпатории. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В радиусе поражения комплексов попадают воздушные судна над акваторией Черного и Азовского морей, а также над территориями Румынии, Молдовы и Турции. Это видно на карте, подготовленное Министерством. «Триумфы» могут оснащаться ракетами с дальностью поражения до 250 и 400 километров. Они могут поражать цели на высоте до 60 километров. 15 раз с начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям бойцов объединенных сил. Возле Новотошковского боевики били из зенитной установки и вооружения БМП. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Вильного, Павлополя, Гнутого, Водяного, Лебединского и Широкина, а также Крымского, Золотого, Троицкого и Новотроицкого. Потерь среди бойцов объединенных сил в ходе боевых действий нет. К войне и к зиме готовы. Украинские военные, обороняющие подступы к Новотроицкому, заранее запаслись всем необходимым, чтобы встретить холода. Отмечают, что активно укрепляется и противник, движение на его позициях наблюдают постоянно. Позиционная война имеет множество особенностей. В любой момент обострение может начаться там, где долгими месяцами наблюдались лишь редкие обстрелы из легкого вооружения. Поэтому украинские бойцы не дают себе расслабиться. Оружие всегда готово к работе, посты день и ночь ведут наблюдение за противником. Немного провокаций бывает, стреляют. Сильных обстрелов нет, их передвижение мы видим. Видно, что они топят буржуйки вечером. Они пробегают, но так, чтобы их видно не было, не ходят. Они стараются, когда просматриваются, быстро пробегать. К холодам украинские военные уже подготовились. Дрова на опорных пунктах печки буржуйки в блиндажах. Боекомплектов достаточно. Дмитрию 25. В нынешнем году он только закончил Академию Сухопутных войск. И это его первая ротация на войне. Для меня эта война в первую очередь не допустить, чтобы противник оккупировал другие территории Украины. Мы украинцы. Мы должны защищать свою территорию и бороться за нее. С 2015-го воюет Игорь. Ему 47 лет. Сам из западной Украины, точнее из Львова. А говорит по-русски. И это совсем не укладывается в постулаты российской пропаганды. Моя семья – это потомственные военные, которые всю жизнь отдали армии. И мне, скажем так, это более близко. Возле одной из позиций боец по имени Петр растапливает баню для себя и товарищей. Воду греют тут же в огромном чане, чтобы хватило на большее количество бойцов. Такая самодельная сауна особенно пригодится в сезон дождей, который начнется очень скоро. Игорь Меделян, Донецкая область, ЮАТВ. 250 миллионов долларов на военную помощь для Украины одобрила Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов. Эта сумма заложена в проект бюджета Пентагона на 2019 год, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook. Деньги пойдут на проведение военных учений, поставки оборудования и летального оружия, а также логистическую поддержку. Ранее закон одобрил американский Сенат. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент США Дональд Трамп. Учения по оказанию помощи гражданскому населению в случае чрезвычайной ситуации провели под Киевом. Общество Красного Креста и Управление гражданского военного сотрудничества ВСУ развернули палаточный лагерь в селе Гора и отработали совместные действия по принятию беженцев. Это часть масштабных стратегических командно-штабных учений «Казацька Воля-2018». Они проходят по всей Украине с 25 по 29 сентября. Готовы ли волонтеры Красного Креста принять беженцев, знает Юлия Крючкова. Екатерина – волонтер общества Красного Креста, но сегодня играет роль беженки, которая вынуждена была покинуть свой дом из-за активных боевых действий. Волонтер Марьяна изображает ее маленькую дочь. Их коллеги отрабатывают действия во время прибытия группы людей в палаточный лагерь. Сначала, когда нас только привезли на машинах, представители Красного Креста пришли, мне помогли выйти, потому что у меня была проблема с ногой. Людей разделили, больше подключились к тем, у кого травмы. Нас отвели на регистрацию, а потом в комнату психосоциальной поддержки, ведь у меня 9-летняя дочь. Она плакала, психологи нам помогли. Также мне оказали первую помощь. В палатке перевязали ногу. Для оказания медицинской помощи в лагере для беженцев развернули блок из четырех палаток. Здесь можно даже проводить несложные операции. Вот здесь действительно пострадал наш волонтер. При установке палатки оказывается сейчас помощь. Также есть полевой электрокардиограф немецкий. Можно снять электрокардиограмму. У нас поддерживается нормальная комфортная температура. Когда уже оказывается помощь пострадавшему, тогда идет следующий блок. Грубо говоря, так, в мини-стационар. На учения пригласили учеников местной школы. Девятиклассникам показали, как делать непрямой массаж сердца. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пять. Так как моя мама лекарь, я уже проходила это, но все-таки было интересно на это подивиться. Так как у меня мама врач, я уже проходила это. Но все равно было интересно на это посмотреть. Круто, что я смогла сама отрабатывать все действия на манекене. Он как настоящий человек. Жизнь непредсказуема. Может случиться что угодно. Понадобится оказывать помощь. Поэтому это нужно знать и уметь каждому человеку с детства. Учения проводятся вместе с Управлением гражданско-военного сотрудничества вооруженных сил Украины. Сейчас на территории Украины проходит учение «Казацкая воля-2018». И легенда этих масштабных учений такая, что врагом ведется стратегическая наступательная военная операция с целью оккупации территории. Переселение гражданского населения и временное их размещение в лагерях – один из этапов военных учений ВСУ. В таком лагере могут разместиться более двух сотен беженцев. Несколько дней они могут находиться в этом временном убежище, пока для них не найдут постоянное место. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров, Юэй ТВ. Олег Сенцов официально номинирован на премию Сахарова за свободу мысли. Об этом сообщается на сайте премии. Его кандидатуру выдвинула Европейская народная партия. Всего в списке восемь кандидатов. Троих финалистов объявят 9 октября, а лауреата премии назовут 25 октября. Премия Сахарова, созданная Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, выступающим в защиту прав человека и его основных свобод. Лауреатами премии становились в частности Нельсон Манделла, Кофи Анна, на Организации Объединенных Наций, репортеры без границ. Постановление о выдвижении Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира подписал председатель Верховной Рады Андрей Порубий. Об этом он сообщил в Твиттере. «Верю в освобождение Олега из российского плена», – написал спикер парламента. Номинировать Сенцова на премию мира предложил экс-президент Польши Лех Валенцем. 18 сентября предложение одобрила Верховная Рада. Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме 137-й день, не знает, насколько его еще хватит, но не сдается. Об этом он написал в письме правозащитнице Зое Световой. В своем фейсбук она сообщила, письмо Сенцов прислал 25 сентября. В нем пишет о вере и надежде на лучшее, хотя сил верить у него совсем не осталось. Украинский режиссер благодарит людей, которые продолжают поддерживать его и всех украинских политзаключенных. Украинского режиссера российские силовики задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. На основании сфабрикованных доказательств обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 российский суд незаконно приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима. Наказание отбывает в колонии Белый Медведь на Ямале. 14 мая Алексенцов объявил голодовку. Прекратите ее, обещают только после освобождения всех украинских политических узников. Допустить международных наблюдателей в оккупированный Крым. 40 государств требуют от России выполнять свои обязательства как государство-оккупанта. Совместное заявление на 39-й сессии Совета ООН по правам человека озвучил постпред Украины в Женеве Юрий Клименко. В заявлении отмечается, на полуострове продолжаются нарушения прав человека, в том числе пытки, насильственные исчезновения, незаконные аресты, задержания, обыски в домах крымских татар. В документе подчеркивается, ситуация с несоблюдением прав человека в оккупированном России и Крыму должна быть срочно исправлена. Настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей не Руслан Баширов, а Анатолий Чипига. Полковник ГРУ и Герой России. К таким выводам пришли издания «Беллингкэт» и «Зе инсайдер» после совместного расследования. В 2014-м его наградили званием Героя России за так называемое выполнение миротворческой миссии. Издание «Беллингкэт» считает, что награду он получил за участие в боевых действиях на востоке Украины. Детали в сюжете. Это фотография Руслана Баширова с камер видеонаблюдения аэропорта Гатвик в Лондоне. 2 марта с паспортом на это имя он прибыл в Великобританию вместе с Александром Петровым. Двумя днями позже камеры зафиксируют их в Солсбери. Там же 4 марта найдут бессознание бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. А это фото из информационной системы «Российский паспорт», опубликованной исследовательной группой «Беллингкэт». На нем человек, внешне похожий на Баширова, но уже под другим именем – Анатолия Чипиги. Выпускник Дальневосточного общевойскового командного училища, полковник ГРУ и обладатель высшего звания Героя России за участие в миротворческой операции в 2014-м. Исследователи предполагают, награду Чипиги вручили за участие в военном вторжении на восток Украины. Описание награды, а также время ее вручения указывают на то, где именно совершил героический подвиг полковник Чипыга. В 2014 году боевые действия в Чечне не велись. Россия на тот момент еще не вступила в войну в Сирии. Единственный регион, где в тот момент втайне проводились российские военные операции – Восток Украины. Это, а также обстановка секретности. Вокруг получения награды указывают на то, что, вероятно, Чипыга выполнял задание именно там. В системе российский паспорт издание The Insider отыскало и второго подозреваемого по делу Скрипалей – Александра Петрова. Он впервые появляется в реестре в 2009-м. Якобы получает новый паспорт взамен утерянного. В открытой базе утерянных документов отыскать старый паспорт Петрова не удалось. В своем единственном интервью прессе телеканалу Russia Today Петров и Баширов причастность к спецслужбам и отравлению Скрипалей отрицают. Говорят, в Солсбери приехали как туристы посмотреть на знаменитый собор. Там есть знаменитый собор, Солсбериевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Лондон считает Петрова и Баширова основными подозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей. Великобритания выдала европейский ордер на арест. Если россияне окажутся на территории Евросоюза, их задержат и передадут британским правоохранителям. Ранее следователи установили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, отравили нервно-паралитическим веществом типа новичок, произведенным в России. Следы яда нашли возле дома Скрипалей и в лондонском отеле, где останавливались Петров и Баширов. Вадим Гриньков, Варвара Миренкова, UATV. В Яворовском районе Львовской области активная фаза масштабных международных учений EU ChemReact. Представители четырех стран – Чехии, Литвы, Латвии и Польши – вместе с украинскими спасателями учились взаимодействовать друг с другом. По легенде, ликвидировали чрезвычайную ситуацию на производственной площадке. О совместной аварийно-спасательной операции в сюжете Юлии Биль. Ростислав – курсант четвертого курса. Его задача – вытащить из горящей многоэтажки пострадавших, которые попали в пожарную ловушку. Когда-то он уже спасал людей в подобной ситуации. Было у меня и спасение людей со второго этажа. Например, загорелась кухня. Во время этого мы приехали и было очень большое задымление, начиная с лестничной клетки. Но зайдя внутрь, мы погасили и ликвидировали сам пожар. Очень большой опыт, очень много привлечено различных машин, которых в Украине, возможно, и нет. Те же квадроциклы, но очень много интересных машин. Обучение проходит в режиме нон-стоп. Все ситуации неожиданные, чтобы спасатели работали в более реалистичных условиях. Поступила информация о том, что в многоэтажном здании произошел пожар. Выехали первые подразделения для проведения обычного тушения пожара. Были обнаружены 15 пострадавших на разных этажах. Поскольку лестничные клетки были задымлены, люди не могли самостоятельно эвакуироваться из здания. Пожар в доме успешно потушен. И снова тревога. Загорелся склад с боеприпасами. Имитацию пожара гасил единственный в Украине пожарный танк Т-72. В его цистерне почти 20 тонн воды. Учения подобного масштаба проводятся впервые. В них участвуют более 200 спасателей из Украины, Польши, Литвы, Латвии. Задействовано почти 30 единиц пожарной техники. Мы сотрудничали с подразделениями украинскими, особенно с медицинскими. Оказывается, что на самом деле нет таких больших различий. Чему-то мы учились у них, а что-то новое они узнали от нас. Проект «ЭУЧМ РИКТ» поможет оценить эффективность украинской системы гражданской защиты и возможности взаимодействовать с соседями, странами Евросоюза. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, ЮЭй ТВ. Уникальные артефакты. На территории усадьбы Софьевского собора археологи обнаружили женское захоронение X века. Раскопки начали в провале, который образовался на территории заповедника. Удалось найти также свинцовую печать времен Ярослава Мудрого, заготовку для ее изготовления и торговую пломбу. Такие в 15-16 веках использовали купцы с Западной Европы. Но самые интересные находки, по мнению ученых, все еще под землей. Самая старая находка и, вероятно, самая интересная – вот эта бронзовая шпилька или бронзовая булавка. Интересна она для нас тем, что это находка с определенным контекстом, а именно ее нашли в захоронении. Что касается печатки, то уникальность ее в том, что прямых таких аналогов у нас нет. Верхняя часть с просадкой провалилась под землю. То есть самое интересное место, где могут быть украшения, и то, что поможет нам датировать провал, находится под землей. Киев станет столицей бокса, заявил мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко на пресс-конференции накануне 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета. Вместе с президентом WBC Маурисио Сулейманом они рассказали о самых интересных событиях Конгресса, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. На праздник бокса приедет около 700 участников из 160 стран мира. Помимо рабочих встреч в рамках Конгресса запланированы боксерский турнир, шоу талантов, благотворительный аукцион, а также автограф сессии легенд мирового бокса Ленокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Эрика Моралеса, Александра Усика. Изюминкой Конгресса станет встреча двух легенд мирового бокса Виталия Кличко и Ленокса Льюиса спустя 15 лет после их последнего боя. Ее формат пока держит в секрете. Это будет не просто встреча, такого раньше еще не было. Пусть это останется пока интригой. Это однозначно будет очень интересно всем любителям бокса и не только. И мы готовим маленький такой сюрприз, который будет всем интересен. Ленокс Льюис готов, я тоже, так что мы все в ожидании этой встречи. И завтра-послезавтра Ленокс Льюис уже будет в нашем городе. Самое главное желание, которое есть у WBC, это прийти в Украину и остаться здесь, чтобы создать будущее украинского бокса. И первым шагом на пути к этой цели будет аукцион, в котором примут участие все звезды бокса. Вечером 1 октября. Мы получили письмо из города на востоке Украины. Он называется, кажется, Мариуполь. От мальчишек, которые мечтают о школе бокса. Потом все деньги, заработанные на аукционе, уйдут на строительство этой школы в ближайшем будущем. Произведения 70 украинских композиторов будут звучать на 29-м международном Kyiv Music Fest. Фестиваль пройдет с 29 сентября по 8 октября. На разных площадках будут звучать симфонические и камерные оркестры. Некоторые произведения будут исполнять интернациональные коллективы. Первая репетиция украинских музыкантов и польских певцов прошла в Национальной филармонии. Дирижировал симфоническим оркестром польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий. Его произведение «Кредо» откроет Kyiv Music Fest. Я в восторге и от хора, и от оркестра, потому что Украина музыкальная страна. И когда музыку понимают, тогда на самом деле все выглядит очень хорошо. Я счастлив, что маэстро Пендерецкий нашел время и возможность присоединиться к этому проекту и представить свое произведение «Кредо». А я имею честь показать два украинских произведения на этом фестивале. Это будет произведение Игоря Щербакова и Богданы Фроляк из Львова. UATV.UA – это сайт нашего канала. Там найдете еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что вам интересна Украина. Непременно увидимся на UATV. Субтитры создавал DimaTorzok